Китайская компания BYD вовсю готовится выйти на европейский рынок. До этого марка уже успела анонсировать поставки электрического кроссовера TENG, а сейчас интригует западную публику электроседаном HENG. По цене новинка составит конкуренцию тесловской модели 3, но китайский седан почти на 30 сантиметров длиннее. Дизайн машины нарисовал бывший фольксвагеновец Вольфганг Эггер, а пресс-служба марки называет этот BYD самым безопасным электромобилем на рынке. Из интересных деталей отметим автопилот, а также огромный тачскрин по центру передней панели. Его диагональ без малого 16 дюймов, и он поворачивается на 90 градусов. В гамму входят три версии. Две переднеприводных, но с разными вариантами батареи, а также одна полноприводная. В Китае яркая новинка появится через несколько недель, а вот подробности европейского дебюта пока не раскрыты. Вероятно, в старом свете модель стартует до конца года, а первым рынком станет Норвегия. Opel сообщил, что кроссовер Mocha второго поколения вышел на финальное испытание. В честь этого события компания опубликовала порцию фотографий, несколько видеороликов, а также раскрыла некоторые подробности. В основу кроссовера ляжет модульная платформа CMP, концерна PSA, что сразу позволяет заложить электромобиль. А вот полного привода точно не будет. Снаряженная масса уменьшится сразу на 120 килограммов, при одновременном увеличении жесткости кузова на 30%. Вдобавок, создатели обещают, что будет существенно снижен и уровень шума. Дорожные испытания кроссоверов продлятся до конца лета, так как машине только предстоит получить финальные настройки шасси. В производство новая Mocha пойдет примерно через полгода, хотя премьера состоится раньше. Старт европейских продаж намечен на начало 2021 года, а впоследствии новинка наверняка доберется и до России. В Россию пришла младшая версия нового купе Bentley Continental. У нее под капотом скрывается 4-литровый битурбомотор V8 вместо могучего 12-цилиндрового агрегата. Визуально такой Continental можно отличить от старшего по четырем патрубкам выпускной системы вместо двух овальных, а также по соответствующим шильдикам. Отказ от четырех цилиндров позволит сэкономить около полутора миллионов рублей.